Снежок был счастливым котом, но однажды все изменилось, когда мистер и миссис Джонсон решили взять Снежка с собой в поездку на поезде, чтобы навестить своих друзей в соседнем городе. Снежок был взволнован, увидев новые виды и звуки в поезде, но все стало еще хуже, когда мистер и миссис Джонсон внезапно вышли на остановки, оставив Снежка позади. Двери поезда закрылись, и Снежок оказался в ловушке без еды и воды. По мере того, как поезд продолжал движение, Снежок становился все более обеспокоенным, мяукал и расхаживал по вагону. Он выглянул в окно, надеясь мельком увидеть своих хозяев, но их нигде не было видно. Путешествие на поезде было долгим, и Снежок понятия не имел, куда он направляется. Часы превращались в дни, а Снежок становился все более и более огорченным. Он пытался подружиться с другими пассажирами, но они игнорировали его или прогоняли. Снежок чувствовал себя совершенно одиноким, и не к кому было обратиться. Снежок становился все слабее и слабее. У него едва хватило сил забраться на сиденье или выглянуть в окно. Он голодал, хотел пить и был напуган, и он понятия не имел, что с ним произойдет. Наконец, по прошествии, казалось, вечности, поезд остановился. Двери открылись, и Снежок нерешительно вышел на платформу. Он огляделся, надеясь увидеть мистера и миссис Джонсон, но их нигде не было. Снежок был потерян и одинок, без дома и без семьи. Когда казалось, что положение Снежка уже не может стать хуже, к нему подошла добрая женщина. Она увидела, насколько он слаб и напуган, и жалилась над ним. Она подхватила его и отнесла домой, дав ему теплую постель, еду и воду. Со временем Снежок начал восстанавливать свои силы. Он научился доверять женщине, которая его спасла, и даже начал мурлыкать, когда она гладила его мех. Снежок наконец-то нашел новый дом, любящую семью, которая никогда его не бросит. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны на него, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю.